Заждались? Будущее становится прошлым. Паровые машины и дирижабли, кнопочные телефоны и даже Windows 7 ушли на покой. Да и ни один робот не выглядит так. Да, сэр. Сегодня мы поговорим о том, почему представления фантастов часто ошибочны. Как люди прошлого видели наше время и что такое устаревание будущего. Сегодня мы отправимся назад в будущее. С вами снова Арт Бланш и это Ретро Футуризм. Чужая природа, другая атмосфера. Но я же сказал, они погибнут. Это становится уже интересно. Какого черта? Я просто хотел посмотреть фильм про будущее, но все они говорят якобы о нашем времени. При этом это не выглядит ни как наше время, ни как будущее. В 1985 году на экраны кинотеатров выходит фильм о путешествиях Марти Макфлая и чокнутого профессора на автомобиле Делориан, начиненным Плутонием и какой-то вундервафлей для путешествий во времени. Когда спустя 10 лет я, мелкий и наивный, смотрел этот фильм, мне казалось, что будущее точно будет выглядеть именно так. Нам обещали уже в 2015 году самозастегивающиеся куртки, летающие машины и оверборды. Но вместо этого в 2020 у нас тикток и фитнес-браслеты. Разумеется, во многом наши технологии превзошли самые светлые ожидания фантастов. Подумайте сами, мы печатаем органы на 3D принтерах. Камера в вашем смартфоне работает на основе нейросетей. Да и сам смартфон это же просто какое-то чудо. Но ожидания фантастов не то чтобы не оказались правдивы, они скорее стали не похожи на то, что мы получили в итоге. Я каждый раз думаю об этом, когда смотрю фильмы вроде «Планеты бурь», «Доктора кто», «Стартрека» или «Гости из будущего». У этого явления есть название «Ретрофутуризм», а говоря проще «Устаревшее будущее». Но почему так происходит? Что не так со старой фантастикой? Вот фильм «Чужой», снятый Ридли Скоттом в 1979 году. Межзвездные путешествия, разумные андроиды и... довольно нелепо смотрящиеся компьютеры. Открывающие титры фильма «Запретная планета» 1956 года сообщают нам, что человечество лишь в конце 21 века совершит посадку на Луну. А это молодой Лесли Нильсон в роли капитана межзвездного крейсера. А вот, скажем, иллюстрации известного дизайнера Артура Радебо, которые напоминают не столько будущее, сколько прокаченные на полную 50-е. Это же касается и представлений советских фантастов 60-х о 2017 году. Или вот, иллюстрации конца 19 века о мире в веке 20-м. Чего уж нам говорить про путешествия на Луну Жоржа Мельеса. Между прочим, первый фантастический кинофильм, снятый еще в 1902 году. И... нет, это не комедия. Вы тоже видите эту особенность? Во всех примерах на самом деле нет изображения будущего. Мы видим лишь аллюзию на моду и технологии тех лет, когда создавались эти работы. Представляя будущее, мы, как правило, лишь модернизируем то, что уже есть и работает, но может быть лучше. А представить будущее таким, каким оно реально будет, как правило, просто невозможно. Поскольку в отрыве от социальных, политических процессов и новых, совершенно неожиданных открытий, наш разум просто создает привычную картину мира, смешанную с мечтами. Иными словами, просто гадает. С другой стороны, технологии, которыми мы с вами пользуемся ежедневно, изначально появлялись в произведениях фантастов и лишь потом появлялись в реальном мире. Известный тому пример, вот эта сцена из «Назад в будущее», где мы видим нечто вроде Скайпа, который можно заметить на еще более ранних работах века 19-го. А первый мобильный телефон компания Моторола создала, вдохновляясь Стартреком и вот таким устройством. Те иллюстрации 19-го века, о которых я говорил раньше, изначально могут показаться бредом, но присмотритесь к ним повнимательнее. Многое из того, что изображено, уже есть в наше время, и мы этим пользуемся. Просто выглядит оно иначе. Чужой, 79-го года, показывал астронавтов не как великих открывателей или лучших из лучших, а как обычных усталых космических дальнобойщиков. А знаете что? Вот уже сегодня в космос полететь может не только ученый или военный. Вам просто нужны деньги. Иными словами, фантасты верно угадывают общие тенденции, но часто ошибаются с содержанием и формой. Ведь тяжело предугадать кардинально новую технологию или принцип ее работы, особенно когда еще не существует научных обоснований этому принципу. Содержание и форма. Это именно то, что волнует нас сегодня для понимания концепции устаревшего будущего. По своей природе ретро-футуризм это фантастика, но очень старомодная, либо пытающаяся такой казаться. Нет, это не рекламная пауза. Я лишь хочу сказать, что наконец-то появился канал в Телеграме, о котором вы давно просили. И там я раз в несколько недель буду выкладывать маленькие, короткие, одноминутные ролики, где я рассказываю об одном предмете искусства. Также у меня есть страница в Фейсбуке, куда можно добавляться в друзья. Страница ВКонтакте, паблик, арт, бланш, где каждый день новые статьи об искусстве. Мой Инстаграм. И, конечно же, Инстаграм оператора Юрия Кришанова. Подписывайтесь на него. Он также снимает ролики для Черного Кабинета. И в его Инстаграме много всего интересного. И добро пожаловать. Элементы технологий, дизайны и моды прошлого, вписанные в антураж будущего, нередко встречаются в искусстве. На мой взгляд, отличным примером является роман «Курта вон и гурта. Механическая пианино», где довольно интересно показана проблема роботизации производства, при которой толпы людей лишаются рабочих мест. Сегодня такой посыл никого не удивит. Даже в 50-е, когда вышла книга, ничего нового в этом вопросе не было. Однако роман интересен прежде всего детальным описанием технологий. Почитав его, понимаешь, насколько сильно мы ушли от ожиданий. Для старой фантастики вообще характерны нелепые описания технологий, которые нашему современнику покажутся старомодными и просто нереалистичными. Нам часто встречаются роботы, летающие космические корабли и города, полные хай-тека. Но при этом ни у кого нет смартфонов, а компьютеры могут быть ламповыми, с гигантскими экранами и снабжённые различными механическими роли. В то же время возникает странное ощущение. Современные компьютеры превосходят самые светлые ожидания фантастов. Но ни колоний на Марсе, ни роботов на улицах. Я, кстати, уже говорил, почему так происходит в ролике про киберпанк, но мы и сегодня об этом поговорим. Ретро-футуризм объединяет в себе два понятия. Ретро – термин, определяющий старинные вещи, старинное искусство. Стоит заметить, что ретро – довольно неоднозначное понятие, и его применяют преимущественно к старинным фотографиям и искусству конца 19-го – начала 20-го века. Никто не скажет, например, что картины Рембрандта или античное искусство – это ретро. И футуризм. Тут футуризм имеет несколько иное значение, чем футуризм в искусстве, как стиль авангардный. В ретро-футуризме мы говорим о футурологии, иными словами, представлению и прогнозированию будущего. Мне нужно больше дыма! Больше дыма! Собственно, только в 80-х устоялся сам термин «ретро-футуризм». И первоначально он ассоциировался именно со старомодными технологиями, вроде первой пневмопочты, ламповых мониторов или самых первых космических аппаратов. Ну и, конечно же, с концептами 50-х-60-х годов, так называемой космической эпохи. Именно в 50-е на смену острым силуэтам приходят обтекаемые, дутые и округлые формы, напоминающие детские рисунки ракет и космонавтов. Известный многим мультсериал «Футурама» обыгрывает идею будущего глазами обывателя 20-го века. Серьезно, посмотрите на дизайн корабля, роботов, одежду. Да тут люди путешествуют по городу в гигантском прообразе той самой пневмопочты. «Ретро-футуризм, как стилистику, очень легко узнать, и его просто невозможно с чем-то спутать». Вот, скажем, сериал «Орвилл», сделанный, к слову, сэтом Макферлэйном, автором «Гриффинов» и американского папаши. «Орвилл» сразу погружает нас в мир фантастики 50-х, обыгрывает это в современном представлении будущего. «Привет, я капитан Эд Мерсер». «Ядрёно вошь!» «Мы не причиним вреда вашей семье». «Мы застрелили его отца». «Помимо убийства отца мы не причиним вреда вашей семье». Просто для понимания, сравните визуальный стиль Орвилла, а особенно дизайн одежды, помещений и летательных аппаратов с, ну, скажем, экспансией. «Или видоизменённым углеродом». «Или видоизменённым углеродом». Казалось бы, все три сериала говорят про сравнительно недалёкое будущее, несколько веков от нашего времени. Но даже не углубляясь в детали сюжета, просто посмотрев один трейлер, можно с точностью сказать, что выглядит как то самое устаревшее будущее. То есть, стилистически выбивается из правдоподобных представлений о том, как будущее должно бы выглядеть. В Орвилле это сделано намеренно, как художественный приём в духе 60-х. В 50-е и 60-е мода и дизайн приобрели необычайную эстетику, вдохновлённую космическим стилем. 60-е годы были временем огромных перемен, как в технологическом, так и в социальном плане. Космическая гонка, холодная война, человек полон надежд о великих свершениях. Всё становится более динамичным и красочным. Архитекторы и дизайнеры, которым посчастливилось жить и творить в космическую эпоху. Космическая эпоха. Именно так окрестили историки дизайна 60-е и 50-е. Заставили по-новому взглянуть на цвет и форму. Они ввели в обиход необычные материалы и эстетизировали сам феномен будущего. По цветам это, как правило, зелёный, золотой, оранжевый или жёлтый. Эти цвета были популярны и прежде. Их можно найти во всём, от одежды и домашнего декора до автомобилей. Однако именно в 60-х оттенки стали яркими. Использовались яркие виниловые обои с эффектом металлика. Контрасты в чёрно-белом также приобретают популярность. Неоновые оттенки в дизайне интерьеров. Мебель витиеватых форм. И куполообразные стулья. Прям как этот. Мебель стали изготавливать из пластика, ПВХ, металла и даже стекла. Квартира обычного бухгалтера могла выглядеть, как космический корабль с кислотными коврами. Тут как нельзя лучше в дизайн вписался поп-арт с его яркими образами и контрастными формами. Про поп-арт, к слову, есть отдельный ролик. Плакаты стали приемлемым способом украшения интерьеров. И даже знаменитые шторы из бусин нашли своё место в интерьере. У вас точно были такие. Правда, скорее как элемент советского стиля. Акриловый и цветной пластик начали активно использовать как материал для мебели и аксессуаров дома. В западной культуре бум разнообразия бытовой техники. Газовые плиты сменяются электрическими. Появляются всевозможные кофеварки, тостеры. А телевизоры каждый год становятся только больше и лучше. Окей, по визуалу понятно. А что по музыке? Ретро-футуризм не путать с ретро-вейвом. Это всё-таки про электронную музыку, которая звучит как саундтрек из старой фантастики. Ну вот, скажем так. А впрочем, могут использовать духовой, либо симфонический оркестр и сочетать всё это с электронной музыкой. Синтезаторы, барабаны, духовые инструменты – всё это переплетается для создания крайне необычной музыки, отсылающей нас к эстетике старой фантастики. Вообще, чем более странный и внеземной звук, тем для ретро-футуризма это лучше. Но не стоит всё же путать. Ретро-футуризм – это не направление музыки. Это скорее общая стилистика, которая включает в себя много различных элементов. Не только визуально, но и сюжетно произведения ретро-футуризма покажутся современнику устаревшими. Пышно-грудые сексуализированные красотки. Красавцы, которые в любой ситуации знают, что делать. Роботы, которые говорят вот так вот. И прочие штампы старой фантастики. Всё, как мы любим. Бластеры, взрывы, огонь в космосе, пафос, драки и, конечно же, много-много приключений. Отсылки на ретро-футуризм, как на различные элементы старой фантастики, постоянно встречаются в популярной культуре. Думаю, многие люди моего поколения знакомы с этим стилем, в том числе благодаря уже упомянутому мультику «Футурама». Ну или вот, например, в «Червячке Джимми» эти элементы встречаются тоже довольно часто. Обыватель 60-х и правда чувствует, что он живёт в будущем. Новые технологии безумной волной захлестнули общество. Невероятную популярность начинает набирать фантастика. Фантастика – один из жанров с наименьшим сроком годности. В детстве я смотрел «Робокопа», «Вспомнить всё», «Квантовый скачок», «Фарскейп», «Пятый элемент». И все эти фильмы, несмотря на кардинально разные дизайны и технологии, показывали, как мне тогда казалось, вполне правдоподобное будущее. Однако, согласитесь, что никто сегодня не станет представлять высокотехнологичного робота подобным образом. Эпоха просвещения, стартовавшая в 18 веке, сильно изменила отношение людей к науке и прогрессу. Оказалось, что мир не статичен. Он постоянно меняется под влиянием науки, человека и его открытий. Пришедшая на смену промышленная революция так вовсе поражала новыми технологиями и обещала перевернуть мир до неузнаваемости. Но как сильно изменился мир за последние сто лет, начиная с 1920-х годов? Ваша прабабушка в детстве еще могла пользоваться буржуйкой, ездить на лошадях, жить в деревянном доме и даже помнить царя. А вы провели детство, играя в компьютерные игры, слушая музыку формата МП-3 и мечтали стать космонавтом. Если на тех иллюстрациях конца 19 века мы видим довольно абсурдное представление о веке 20, то кто вам сказал, что современная фантастика рисует хоть сколь-нибудь правдоподобный образ 22-го, 3-го или любого другого века? А что если будущее в представлении современных фантастов такое же нелепое, как и фильм Мельеса про путешествие на Луну? Напишите об этом в комментариях. Какой фильм или книга, какое вообще произведение искусства на ваш взгляд наиболее правдоподобно описывает будущее? Мое мнение, думаю, многие уже знают. Я считаю, что киберпанк давно наступил и мы живем в нем. Просто как-то никто этого не заметил. В какой-то момент история пошла в очень странном направлении. Нет, ни плохом и ни хорошим просто стали появляться совсем не те технологии, которых все ожидали. Вот смотрите, это карманный компьютер. И он в тысячи раз мощнее того, что отправлял человека на Луну. Но никаких бас на Луне или Марсе у нас нету. А это устройство я использую, чтобы делать селфи, ну или смотреть видосики на Ютубе. Мы придумали искусственный интеллект, но применяем его для поиска сосков на фотографиях в Инстаграме. У нас есть роботизированные летательные аппараты, но они выполняют роль доставки для Амазон. Или снимают, как вы с друзьями жарите шашлык у реки. Нет, я не пришел читать лекции о морали. Поймите, в какой-то системе ценностей шашлыки с друзьями у костра могут быть куда важнее колоний на Марсе. Просто наши предки полагали, что мир и дальше будет развиваться по той же траектории, лишь наращивая интенсивность и развивая уже имевшиеся технологии. Но правда в том, что мир не развивается линейно. Есть скачки и провалы прогресса, войны, кризисы, а иногда и политические события. Порой технология заходит в такое русло, которое просто никто не мог предвидеть. Жюль Верн смог предсказать появление подводной лодки, но это была ожидаемая технология, запрос на которую был понятен. А вот интернет или виртуальная реальность? Уж извольте. Резюмируя эту долгую мысль, хочу сказать, что фантастика всегда ошибается. Если не по содержанию, то как минимум по форме. Наиболее реалистично представлять будущее, которое совсем недалеко. Так, например, мы легко можем предположить, что в 2025 году айфоны станут тоньше, камеры лучше, геймеры все еще будут ждать третий Half-Life, а зрители моего канала продолжение ролика про хрущевки. Но представляя 2125 год, мы не имеем понятия, куда нас заведет цивилизация. Не то, что самого айфона, как гаджета, уже может не существовать. Все общество в том виде, которое нам известно, может прекратить свое существование. Подобно скифу-земледелу, оказавшемуся посреди Манхэттена 21 века, наш современник в 22 веке будет просто не понимать, что вокруг происходит. А еще, говорят, нас ждет технологическая сингулярность. А впрочем, это уже совсем другая история. Капитан Кир на связи. Капитан Кир, на Omicron Перси 7 обнаружен монстр технологического скептицизма. Отправляйтесь на его поимку. Будет сделано! Ты монстр техно-скептицизма. Ты заставляешь людей утратить веру в будущее. Я повергну тебя, монстр, и верну людям веру в будущее, как славные 60-е. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты монстр техно-скептицизма. Я поверг тебя. Ну а если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал Art Blanche. Тут я говорю об искусстве с позиции обывателя. Разбираю жанры, направления и пытаюсь понять, куда же катится этот мир. Также заходите в наш паблик ВКонтакте Art Blanche, где каждый день новые статьи об искусстве. И наконец-то появился канал в Телеграме, о котором многие из вас просили. Еще всю музыку для этого выпуска написал мой друг Игорь. Ссылки на него я оставляю в описании. Он пишет неплохую музыку, я думаю, многим из вас очень понравится. Конечно же, подписывайтесь на мой Инстаграм и Инстаграм оператора Юры. Юра также снимает ролики для Черного Кабинета, и у него в Инстаграме очень много интересных фотографий. Хотел бы выразить большое спасибо всем, кто делает донаты, поддерживает меня на Патреоне. Благодаря вот этим замечательным ребятам канал продолжает жить и работать. Несмотря на то, что я долго отсутствовал, сейчас я планирую делать много новых видео. А у меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Ставьте этому видео лайк, обязательно подпишитесь на канал и отправьте его своим друзьям. Адьос! Ты не словами просто гадаешь. Поднимайся. Убегай! Беги! Беги! Беги!